Вязание фонтуры На одной фонтуре все иглы в работе На второй фонтуре иглы в работе через 4 4 работают, 4 в заднем положении 4 работают, 4 в заднем положении И провязываем 4 ряда Далее мы делаем перестановку петель Там где у нас было 4 петли, мы делаем 4 свободных иглы То есть берем двухугольным декером И пересаживаем 2 петли на 2 иглы в сторону И вторые 2 петли на 2 петли в сторону У меня получается Там где у меня стояли 4 петли, 4 иглы свободных То же самое делаю с остальными петлями Я делаю пересадку тех петель, которые у меня работали В нерабочем положении Сразу на 2 иглы переносим петли Основная фонтура, на которой у меня все петли в рабочем положении Все иглы в рабочем положении Плотность лучше немножко поплотнее Те фонтуры, на которые у меня делаются соты Немножко порыхлее Тогда будет более объемный и интересный узор Проверили, что все иглы находятся четко в заднем положении 4 ряда Не забудьте сдвинуть фонтуры на положение H Чтобы иглы проходили Не задевая друг друга Нитки должны быть достаточно тонкими Потому что у нас двойное полотно Толстыми нитками не провяжется Плотность рыхлая Еще раз На задней фонтуре, на основной, которая у меня держит все иглы Плотность поплотнее На фонтуре, на которой мы вывязываем узор Плотность порыхлее И еще раз Не важно на какой фонтуре мы выполняем основной узор Может быть и на передней, и на задней И более того На задней фонтуре проще делать пересадку петель Поэтому посмотрите, с какой фонтур вам удобнее пересаживать петель Провязывать можно не 4 ряда, а побольше Все зависит от того, насколько вы хотите насыщенный узор И сразу на 2 иглы Сторонно пересаживаем наши петли Именно поэтому плотность должна быть достаточно рыхлой Иначе вы эти петли не перетянете на такое большое расстояние 4 ряда И так далее Поменяли петли местами Провязали 4 ряда Если вам понравилось, нажмите нравится Поделитесь с друзьями А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть курсом всех обновлений И до встречи в нашей школе машинного вязания Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке С нуля Ваша Наталья Некрасова Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!